Диабло 3 Ну а я буду играть в таком случае за пафосного охотника. Под ником тоже дезертир и соответственно тоже под героическим режимом. Как я уже говорил недавно, цыкотно. Цыкотно, ты подписал уже кровью, что если наш персонаж умрет, мы его восстановить не сможем. Вот как раз сейчас подписываю и даже служба поддержки нам, к сожалению, не поможет. Небольшой рабовойс походу был, но фиг с ним. Так, персонажи созданы, у тебя тоже. Да, и я сейчас отойду открыть дверь. Я тебе кинул приглашение. Давай, прежде чем мы войдем в мир, расскажу быстренько правила. Мы проходим всю кампанию, мы слушаем все диалоги, все фильмы. Пытаемся выжить, не умереть. Думаю, что вам будет весело смотреть это все прохождение. Ну что ж, ты готов? Ну он куда-то ушел. Так, прошу простить. Ну как получилось? Ну что ж, давай продолжим, я там немножко наговорил без тебя. Ну а потом послушаю все это на записях. Хорошо. Было интересно. Ты готов? Да. Мы пропускаем первый ролик CG, который, по-моему... А не, мы не пропускаем первый ролик, ладно, давай. Я нажимаю на чат, мы смотрим первый ролик, и потом встречаемся в дегре. Угу, в дегре. Мою семью растерзали порождение тьмы. После такого, кто угодно сойдет с ума. Безумие убило мою сестру. И я остался совсем один. Скованный страхом. Но меня нашли и спасли те, кто выжил. Они объединились, чтобы избавить мир от адских тварей. Во мне почувствовали силу противостоять демонам. И сделали из меня совершенное оружие. Я готов сражаться. Я готов сражаться. Теперь я охотник. Такой смрад может исходить. Ну что, я как вижу, ты зашевелился, значит, ты вернулся. Да. Ну, смотри. Наражен главное не лезь. У тебя Q. Это бутылка, чтобы вылечить свое здоровье. На правую-левую кнопку стрельба. Это я помню вполне себе. И плюс у нас есть два бафа. Один из них это с годовщиной Тябо-3. Ну что ж, побежали. Давай ты прячься за мои белые крылья. И через шифт желательно расстреливать монстров. Смотри, мы уже живем сколько минут. Да. Я боялся, что это будут первые 10 секунд. У меня не будет. А, кстати. Как мы уже ранее договаривались, я разговариваю со всеми, чтобы мы не пропускали диалоги. Ну что ж, слушаем первый. Я пришла сюда в поисках упавшей звезды. В пророчестве было сказано, что это моя судьба. Звезда упала на Старый Собор. Выжил только один человек. Лия, тебе лучше поговорить с ней. Капитан, еще мертвецы! Мы не сможем открыть ворота, пока не отбросим их. Даже если кончится. Так, кстати, еще желательно во время разговоров стоять на месте и просто слушать, чтобы не отвлекали какие-то потусторонние звуки. Ну да. В особенности главное не стрелять. Ну да. Так, уйди оттуда, иначе ты вещь остынешь. Я не видел, чтобы кто-нибудь так слушал. А там, по-моему, уже больше не надо. А уйдет ворота! Ну все, побежали вперед, нам надо... Все эти диалоги ты слушать не будешь? Нет, мы только будем слушать диалоги главных героев. Ну ладно, ну ладно, ну ладно, ну ладно, и все тогда. Тогда пойдем. Вот, и Ли нас ждет внутри. Заходим. Прочитай дневник. Точнее, возьми его. В долгие годы люди боялись селиться вблизи руин Тристрама, проклятого города. Но через какое-то время к древнему собору в поисках наживы стали стягиваться различные искатели приключений. Когда они разбогатели и обзавелись соответствующими потребностями, и был построен новый Тристрам. В наши дни в городе все реже можно встретить путешественников, а живут там в основном ремесленники и крестьяне. Круто! Старый Тристрам был уничтожен самим Тиаполом, и взвели новый. Кстати, нам дали новое умение, нажмение, потому что есть второй уровень. Да, и на букву S, и выбирай его. Ну, я немножко по-другому сделал, но это не важно. Лия, верно? Рамфорд сказал, что ты была в соборе, когда упала звезда. Это правда. Но при катастрофе пострадал дядя Декарт. Взрывом его отбросил на нижние уровни собора. Я пыталась найти его, но мертвецы уже начали оживать. Тогда я вернулась в город, чтобы собрать ополченцев, но... Осторожно, раненые превращаются! Мы убиваем раненых через шифт Фигли, нам еще не страшны пока. Ну да, это мое дело загнивает. Так, я предлагаю сначала в комнату. Там книга. Я уже сли и поговорил. Ну, вот ты вот меня никогда не слушаешь. Спасибо. Поговори с капитаном Рамфорда Муградских ворот. Он скажет, чем ты можешь помочь. Просто сказал спасибо, и все больше ничего. Ну, нам дали новое задание, тебе тоже. Бери. Или ты уже взял книгу. Ну, как бы я книгу взял, а вот сли и разговор походу пропустил. Ну, ладно, ничего страшного. Ну, кто хочет, может послушать меня у него. Ладно, бежим к капитану, у него будет первое задание для нас. Ну, оно даже отмечено. Кстати, если что, то вот там вот у Декарда тоже есть книжка. Да, но это вот новое видение в патче 1.8. Ну что ж, разговариваем. Как я могу помочь тебе в борьбе с мертвецами? Я восхищаюсь твоей храбростью, но эти твари убили капитана Далтина и ополченцев. Только мне удалось спастись. Спасибо за предупреждение, но сегодня смерть мне не грозит. Ну что ж, я видел тебя в бою. Убей проклятых матерей и их королеву. Это они порождают эти кошмары. Они лезут на баррикады. О, ну я бы на твоем месте, как сторонники, книги тоже не пропускать и собрать в итоге. Какие книги, а где они? А, ну я же говорю, одна из книг, ты ее же порождаешься у нас, как я знаю. Это одна из строклятых матерей. В руинах дальше по дороге их намного больше. Ладно, подожди-ка, я убавлю звук в игре, потому что... Окей, ну я тогда пока включу новую запись. Я Декарда Каин много лет провел в Путешествии. А, давай. Включай. Проклятые матери стали для меня огромным потрясением. Это бывшие служанки королевы Осиллы, которые были убиты, а затем воскрешены с помощью чудовищной магии. Теперь они поедают трупы, а затем изрыгают останки, порождая нежить. Ну, как бы на тот момент, когда я искал в печати, я уже включил. А, там. Как бы, это с этим немножко потом будет разобраться, но вот, например, сейчас появилась еще одна запись по поводу толстачков наших. Ну, я так полагаю, что мы их не одновременно с тобой слушаем, поэтому нам надо раз, два, три. Ну, давай-ка, пропустим эти записи пока-таки, пойдем, убьем матерей. На крайнях мы, кстати, в принципе, можем просто потом все их включать. Ну, да, в журнале они будут. И все здесь у нас закрыто. Я так смотрю, по крайней мере. Ну, что мы уже живем несколько минут, я бы сказал, и... А вот здесь, кстати, есть еще одна книжка. Да, ну, убери ее. Ой, у меня ее не было. Я уже вон трех матерей убил, идем сюда, здесь погреб есть. Но, выходит, я ошибалась. Но все ошибались. Он повелел, чтобы наша крохотная армия завтра выдвинулась на весь марш. Что же будет с нами? Вот, в итоге у меня, короче, не было той записи, во время которой ты сейчас немножко поболтал, но ничего страшного. Давай, пойдем. Убнись. И я заработал по старому трехраму. О, как. А, я эти все книжки уже прочел, так что для меня один, не новый. Ну, я как бы так, а, давай ничего для меня в итоге, потому что я прочел на всех книжках. К сожалению, не все разговоры проговорил, но я буду просить вас. Разгнается, но и заодно надо будет просто потом найти их все. Окей. Че, побежали, нам еще одна мать нужна, чтобы выполнить задание. Да, я как, знаю, то, что она, наверху, вот здесь какой-то сундучок есть, что нет, а, ну да. Тебе надо вообще-то делать шаг-выстрел назад. Ну, как бы, если они далеко стоят. Ну, просто тренируйся, когда уже будут огромные такие элитные паки, чтобы... Ну, я просто буду бегать, чтобы не умереть, а то у тебя убедила, и сейчас 178 здоровья. Вот это бедная коровка, кстати, в которой я вам какую-то книгу нашел. Теперь эти чудоицы могут упокоиться на смерть. Сейчас мы возьмем эту книжку. Ну, смотрим, ну, по идее этой книгой книжки, я думаю, что я в поисках самовищ, я наткнулся на жуткий, пойдем в погреб. Город трупов. Невероятно. Но когда я стала бы скинуть их в поисках ценностей, тела вдруг, не заходи, не заходи в комнату, в расстоянии просто убиваем его. Такие вот, ну, хитрые евреи. Так, регенерирующий кушак мне дали, кстати. Кушак? Да. Кошака регенерирующего. Вот, я тебе то, что хотел сказать, одень какие-нибудь крылья. Но мне тоже такие есть. Сейчас в комментариях, когда это все люди увидят, пойдутся вопросы, где их сделать, что это такое. Это акклиционный изданец. Я очень не понял. Крыловский Кэрриган. Так вот, я думаю, кстати, может не нормально ловить. Когда-то сам Диаблазк, вернусь, я белый, если он лучше тогда, бери, естественно. Ну, он как бы сейчас на данный момент лучше. Потому что в патчае 1,8, там улучшили систему, что это вещи, смотришь, сравним лучше. Они как бы учитали отображать, нужно, тебе это вещи, идем сюда здесь, пост в Вовке. Но я знаю, что он там, но я привык от локации обычно. Следует то, что здесь много новых трех моментов есть. Да, там много книг разных. Да. Вот я уже толстый, прям так, с двух ударов бьют, так что все ок. Ты босс уже победил, да? Ага. А, кстати, раз ты любишь локацию, все исследовать, давай тогда прогуляемся, потому что здесь и вправду есть разные монстры, они могут иногда редкие штуки всякие кидать. А вот я очень этих иглашек. Иглы нехороших, я сейчас не люблю, потому что они кидаются из века, и в печали это иногда. А, кстати, у меня для тебя синий лук есть, здесь что-то. Ага. Если ты перестанешь бегать, я тебе его дам. На, просто этих извращенцев. Вот, держи. Спасибо. Если у тебя какие-то палки есть, вручалки, все, пойдем обратно сдавать квест. Надо уже как-то расслабиться и повеселее все это дело делать. Да. Потому что, как видишь, обычный уровень, он не такой трудный, хоть и... Хоть и героический. Да, хоть и героический. Давай, болтай, послушаем. Спасибо за помощь. Может быть, поговоришь с Лией, она все рвется идти спасать своего дядю. Это хорошо. Я помогу ей. Достойная награда. О, как мы одновременно. Пойдем, отыщем твоего дядю. Сначала мы должны открыть ворота собора. Стражи заперли их еще до того, как попали в засаду. Рамф рассказал мне, что им удалось добраться до хижины Адрии. Должны быть ключи все еще там. О, как. Вот, да, мне наконец-то дали мой любимый замедляющий выстрел. Да, это он очень нам понадобится. И вот книга Каин еще здесь есть. Но она недостаточно, что она делает, я чуть не знаю. Книга Каина, это когда ты находишь золотые вещи и лучше они с наком вопросом, чтобы их вручную всех не открывать. Ты книги подходишь, она все это открывается тебе. Наконец-то эту великолепную опцию ввели в игру. Пойдем на телепорт. А книги мы брать не будем, я так понимаю, да? Долгое время, иначе у нас запись будет очень длинная. Да, ну ладно. Ладно, мы тогда и потом как-нибудь с тобой отдельно возьмем. Моя мать, но мне мало что про нее известно. Она умерла, когда я была совсем маленькой. Меня воспитал дядя Декарт. А кто твой отец? Мне сказали, он был великим воином. Он исчез, когда Тристрам пал под натиск. Смотри. Тут есть подвал. Похоже, ты не все знаешь о своей матери. Поговаривали, что она была ведьмой. Я никогда не верила, слышал. Так, что-то твои стрелы не очень замедляют. Ну, я же не только ими стреляю. Так, у меня быстрые ботинки появились. Вот ключ и дневник мамы. Меня обеспокоило то, что я успела в нем прочесть. Я должна больше узнать о ней, но это может подождать. Сначала мы должны спасти дядю Декарда. Я обыщу сабот, а ты остайся здесь и постарайся узнать побольше. Спасибо тебе. Вчера вечером ко мне приходил Айден. Тяжкие думы одолевали его. Я утешила его, как умела. Но куда бы он ни шел, ад всегда будет следовать за ним. Над Тристрамом снова сгущаются тени. Но, как и Айден, я покину город, пока еще не поздно. Интересный дневник, какой-то свой образ. Тешить как могла. Так что пока на них особой надежды не надо испытывать, здесь как раз поможет твой луч. У меня еще есть заклинание заморозка. Когда эти камни будут доступны, тогда там будет камень, чтобы ты трицелему связывать в одну. Да, это я знаю, я как бы до 49-го мудрюха прокачать своего психо-охотника. Так что в принципе я знаю. Но круто, просто напоминаю. Ну да, я понял. У тебя 202, у меня тоже 202. Ты знаешь, что я чуть ноги не сломала, когда сверху прыгала. Совсем забываю, что эти толстачки разваливаются и начинают умолять. Весьми всякие черви вылазят. О, вот они, соединяешься. Да, да, а именно этим я и существую. Ну да, я про это и говорил, по-моему, там будет еще определенный камень, который больше будет цели замедлять. О, вот от него лучше отходить, да, я могу. Вас выдаем страх! Потому что умереть на самом начале как-то, ну вот, там прям не будет. Очень смешно будет. А я как бы говорю, я готов к тому, что мы можем умереть прямо вот тут, и в принципе для меня это бы не было удивительно. Так, помню, столько мусора всех. Не волнуйся, я примерно столько же, ладно. И внимательно смотри друг другу, и все, и не магические шмотки будут, и... С интеллектом. С интеллектом. Ну, подожди, мне надо знакомым ответить сильно. Давай, я пока побегу вперед. Рыцарь? Такой рыцарь. Но тут же орден вообще-то был. Да, 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 все, спит. Все, спит. Не знаю. Но тут еще... Где... А, где-то же. Какая стрела вылетает, и за ним дезертир. За ней. За ней. Так, не деда обыски, и там денежная фронтам толстых был. филосе на него перечисто на пончика на пончик то как вспоминал если много ли ты смотрел не пришлось смотреть как то возможно он недоступна но но это умирать готов еще лучше владеет они подставляют синяки обыкновенные все нормально у нас зелье вокруг нас валяется я провели вообще я забыл киев 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 посмотри там целый куча стоит с так на счет делу поменяют на сферу а я знаю что сделала а такой же ближе получен цена цена устанавливает 1 секунду я лучше тогда вот так вот сейчас лишний урон так сейчас надо проверить ч а ты же у нас не можешь что топоры одевать да да я не нашел такое не говори что что тут оружие кстати вот еще один топорик так ну давай ну что вперед но я же не виноват что меня отвлекают давай пойдем вниз тогда игра опять сохранена и сейчас будет небольшой мини босс не пропускаем слушаем прислужники зла не подходите прочь только бы пол выдержал а роль скелет сила упавшей звезды пробудила меня скоро все будут страдать как страдал я стража принесите мне его кости а вот я не знаю как вам мне почему то все это сцена всегда напоминалось три колец о как ну да похоже спасти тебя так он там о я чуть я так в середку стал чуть не умер уже да 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 я ты вовремя их заморозил на самом деле трофейный кушак две единицы опыта нет фиговый давай спасибо тебе но зачем ты рисковал ради меня Лея попросила найти тебя ну че пойдем ща он откроет этот проход на старых картах случайно попавшим сундук откроем потом когда вернемся и поговорить об упавшей звезде смотрим фильм я обещал ли я отыскать ее дядю декарда каина я нашел его когда он пытался спастись от короля скелета а теперь это чудовище еще и преграждает мой путь к упавшей звезде как то так надо было тебе ставить свои пять копеек давай болтай сли ты жив да но только благодаря вам у меня к тебе только один вопрос что ты знаешь об упавшей звезде боюсь не очень много в пророчестве о последних днях ясно сказано что это знамение возвещает о гибели нашего мира дядя опять эти старые сказки главное что ты вернулся целым и невредимым классным опыта кстати король скелет был нашим любимым королем леориком но диабло лишил его разума он потерял обоих сыновей и утратил собственную душу прежде чем был окончательно побежден теперь он вернулся чтобы снова сеять зло в этих землях все это очень печально но он стоит на моем пути к упавшей звезде чтобы победить леорика нам понадобится его корона отыщи хедрика нашего кузнеца он должен знать где она находится с с помощью конкурса кстати может просматривать вещи которые лежат на полу и сравнивать нужны ли они тебе вообще или нет но те вещи которые просматривал они в принципе не особо таки не нужны но продать тем не менее можно вот смотри ты порой голый ходишь и поэтому может и не видишь что тебе предлагают ну вот я например вижу сейчас ботиночки неплохие но они стоят дорого а ты хочешь у вендора купить да можно в принципе по примеру основания двух единиц здоровья такой еще ближний парень как то по моему слишком бесполезно в этом плане но у меня есть перчатки скорость атаки если нужны деньги я могу дать у меня есть да не надо как бы я просто потом буду уже ходить тогда побежали наверх там нашли следующий квест он кузнеца кузнец декарт каин сказал что ты можешь помочь мне отыскать корону орика не сейчас моя жена она там в подвале среди тех кого укусили я должен положить конец их страданиям но как поднять руку на собственную жену иногда смерть это проявление милосердия я помогу тебе спасибо я отведу тебя к ним а я кстати уже знаю где я сто процентов умру да хватит так негативно думать нет просто там я всегда умер и где же это а это вот файл босс на втором уровне но мы стопа на первом точнее или ты имел ввиду акт втором акте а вот нам подойдет нам начали бы короля убить на котором я тоже боюсь идти любовь моя прости неужели умирал обычный персонаж о ее тошнит но мы быстро со всем этим расправляемся у меня бы ничего не вышло я твой должник меня зовут Хедрик Иман мне нужно кое что у тебя спросить ты знаешь где находится корона Леорика в этом я могу тебе помочь она находится в гробнице моего деда советника Леорика его гробница на кладбище в лощине стенаний еще побежали туда подмастерья скажи ему чтобы он шел обратно в город найдем его дурака подмастерья и будет все ок да пидолага валяется где-то напился так я надеюсь ты засек по времени не нет чё я вот это и хотел у тебя спросить сколько мы уже записываем а вот я к сожалению не смогу ответить если попытаюсь выйти то у меня будет тот же самый фейл что в самом начале ладно давай тогда я это быстро посмотрю то что у меня почему то он вылетает так и мы уже играем 30 минут а вот как ты считаешь 20 лет на первую запись давай еще минут 10 поиграем выполним найдем этого ну окей ну в общем до 50 минут примерно так подмастерья ты уже нашла идея иди сюда и мне щас тут больно будет да не убей вот интересный шикушак мы нашли подмастерья убили у нас новая запись о нем тебе дали наконец новое заклинание вот эти по идее мне тоже должны были что то дать но у меня это заклинание давно если что если про сферу а ты просто его не используешь да ну и забыл про них а чё ты чё пытаешься всю карту облегать так кстати сфера очень дорогая штука довольно я пробовал кстати играть как то за данного персонажа но у меня не очень получилось пойдем вниз умирать пойдем кстати есть вероятность умереть действительно так давай вот так сферу вниз спускать и не ходи вперед особо вот да я только хотела подсказать потому что я расчет не умер именно вот на этих да они потому что быстро телепортируется закапываются но но самая печалька то еще цепи лазер и так далее очень большая печать ну ладно у нас как бы два дальнобойных персонажа поэтому выживаемость но это просто начало но легкое я надеюсь на то что хорошая выживаемость о как и в разных сторонах с и сюда бить и ко мне я считаю я считаю я считаю кто он ул 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 или там стенки построен а сейчас мы на расстоянии главное через 6 стреляй все нормально я я успел замедлить вроде а там сундук поэтому его охраняют так что такого не было но у тут все это каково весов в том что сундук то что есть там или нет это уже пофигу они его охраняют план но кто то оскаливается мне эти звуки уже не нравится не там действительно что то большое и страшное очень не не а а он берем все крит все что на полу валяется все бери а все обратно ки подобрать нет в общем есть и деньги нужны интересный второй уровень это будет и как позволил себе укусить этому вот не знаю сам по тому создать так сфера там разберется со всем что блин это это и сферы хватает только на два выстрела потом у меня на три или четыре ножек ой а сфера очень то есть то есть то есть то есть все рубили блин но для начала то что у меня есть то что для тебя это держит а нужно мне кстати то есть да наверное нужно поменяют идет на второй уровень там и точно умрем обычно на у нас ходе сразу стоят ч любыми гады а да вон здесь золото стоит охладитесь парнем а а а а целительные жилетные дали он вчера здоровья там исполняет больше ты зачем выпила если отступать будем надо карты кого а как корону давай сразу это уровень не монстр поставим на десятку он идем сундук сундук два сундука если че ну у тебя круче сундук да вон сверху там золото так а где все то так я сейчас посмотрю надо мне что то одеть одеть мне скорее всего надо но почему то к защите меньше но зато выше к интеллекту но мне интеллект по-моему не нужен к чертам да кстати мне отдавай шмотки с интеллектом не жопся мы же как никак в паре играем да без проблем так че тебе там к скорости передвижения надо а то а то на плюс 5 на ой и самых подобрал голову м м м у меня был ну а там есть одноруки и двухруки арбалет поэтому смотри сам что тебе лучше м ну да я в таком пока возьму это то вообще я вверх две руки и так шмонать туда суда в скорости передвижения тапочки это было супер вот ну да я окей телепортируемся обратно из пещеры и там же потихоньку закругляться как то получил седьмой уровень м м где 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 вот тут вот тут я вот помог м м м так все он уже разлетелся в разные стороны сейчас и срок тут скоро наверху будет с телепорт так что давай добегаем до него нет идем да главное не забывать о чем о том чтобы брать такие зелья потому что я это периодически какие зелья ну мелкие зелья здоровья но если у тебя полная нафига тебе переедать то нет я там вот так сюрприз как нам выпало пол так как то он медленно стреляет сколько стрелял быстрее ну да там скорость смотря оружие тоже это очень важно да потому что чем на самом деле быстрее будут стрелять но однорукие арбалеты они быстрее стреляют точно одноручные окей я понял одноручные так я по моему лагаю или не убиваем червей так как две стороны так мне надо все таки вернуть обратно что так главное не забывать не еще то что надо можно нажимать на что ну да но обычно когда сразу предметы выпадают они имя у них пишется это продолжается убежал далеко но я просто там например что то не поднял чтобы видеть так вот все пойдем наверх там будет скоро телепорт в 3 стран или 3 3 стран 3 стран но они почему 3 стран так короче давай тогда мы сейчас тут то есть это будет вон там сундук стать в ходе а сундук надо внутрь за этим нет отсуток тут улучшение с круто кстати когда мы могилы ломаем нам за это тоже опыт дает да 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 в курсе могилы верю это все за любой раз кстати есть даже достижение по вам ломать сколько там могил да но к сожалению ты наверно еще не видел что я все достижения уже выполнил там почти все 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 на 90 процент достижений окей вне окей на 92 окей 92,2 все идет процент или телепортируемся обратно в город и я предлагаю найти здесь желтых я знаю что они есть есть они да да а а а а а а а отлично обещался не ходить но внутри мы не заходим потому что это будет очень долго и нудно а возьмем даже не жалко а а странно но то он иногда бывает иногда нет так что не расстраивайся в следующих постах когда мы придем он обязательно будет вот и получил седьмой уровень да давай тогда на этом закончим три страны вернемся сдадим задание нашему кузнецу на счет рано там задание сдаем когда корону приносим ты забыл а в общем ладно предлагаю на этом закончить таком случае да пишите в комментариях насколько это все интересно стоит ли проходить это все дело дальше повернись я показываю нас вблизи окей окей вот так что говорите что не так что так куда кому чего зачем и почему и мы надеемся на ваши положительные отзывы и отрицательные отзывы на любые собственно говоря они все будут полезны да чтоб мы записали вторую часть прохождения да всем еще раз спасибо и пока всем удачи пока 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 Продолжение следует...